Добрый день, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас 4 апреля 2023 года. Новость будет про долгосрочные визы и временные виды на жительство ВНЖ, выданные украинцам в 2022 году. Действительны до 4 марта 2024 года. Управление по делам гражданства и миграции УДГМ ПМЛП напоминает, что визы и временные виды на жительство ВНЖ, выданные гражданским жителям Украины до 31 декабря 2022 года. Действительны до 4 марта 2024 года. Даже если срок их действия истек. УДГМ призывает органы государственной власти и местного самоуправления, а также работодателей учесть, что до 4 марта 2024 года сохраняются все права, предоставленные гражданским жителям Украины. Право на трудоустройство, аренду жилья, согласно заключенному договору, банковские и другие услуги без получения нового разрешения на временное проживание. Гражданским жителям Украины необходимо подавать документы на получение нового вида на временное проживание в трех случаях. Если лицо нуждается в выезде за пределы территории Латвийской Республики. Одновременно ПМЛП указывает, что когда лицо отказывается от статуса временной защиты в Латвийской Республике и выезжает в другую страну или возвращается в Украину. Новый вид на временное проживание не будет выдаваться. Слушайте внимательно. Если, это следующая, вторая, если выданное лицу виза или вид на жительство потеряно или стало недействительной из-за повреждения или изменения указанных в ней данных. Третье. В случае необходимости использования возможностей электронной подписи Для получения нового вида на жительство гражданским жителям Украины необходимо подать анкету заявления на получение вида на жительство и копию проездного документа. Это можно сделать лично в Рижском центре поддержки жителей Украины по улице по адресу Рига, Улица Амату 4, а также в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов. Также документы можно отправить по почте в любое из 29 территориальных отделений УДГМ или в электронном виде по адресу электронной почты любого территориального отделения, подписав прилагаемые к заявлению документы безопасной электронной подписью, если лицо ее имеет. Надеюсь, эта информация была полезна для граждан Украины, которые у нас здесь проживают. На этом я свою новость заканчиваю. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира, добра. В первую очередь мира, конечно, друзья. Вот в данном этой новости, касаемо граждан Украины, ну, естественно, они, конечно же, по неволе здесь оказались. Основная масса не по своей воле оказались. Ну, это я свое мнение говорю теперь. Не по своей воле. Мира, в первую очередь, добра и дружбы между народами. До следующих видеоновостей, друзья. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания.